Испокон времен человечество стремилось взмахнуть руками и взлететь как птицы, чтобы прикоснуться до небес. Но у людей не было крыльев. До тех пор, пока 4 февраля 1912 года Франц Райхальд не испытал первый прототип своего летного костюма. В тот день он и помер. И лишь в 1996 году Патрик Дегейрдон изобрел современный винг-сьют, на котором можно было парить, не разбиваясь при этом. И, собственно, полетом на винг-сьютах и посвящена сегодняшняя гонка «Раш», в которой нужно, разбежавшись, провинуть со скалы, пролетев все чекпоинты, первым пересечь финишную черту. Основной механикой победы является накопление полоски ускорения, которое набирается при полете через ворота из-за того, что ты рискуешь жизнью, то есть тогда, когда ты рядом со скалами и землей. Если прийти в тройке лидеров, то получаешь от 1 до 3 баллов, набрав определенное количество которых, открываются новые биомы и раскраски для костюмов. Всего локаций 5. Лес, снег, каньон, джунгли и действующий вулкан. На каждой доступно по 20 соревнований, хотя по сути в них меняются расположения чекпоинтов, время суток и погодных условий. То есть в итоге в игре есть целых 100 похожих друг на друга как капли воды соревнований. Всего доступно 4 режима. Это, собственно, гонки с несколькими противниками, соревнования на время, где нужно обогнать одного призрака, свободные полеты и режим, где нужно набирать очки, пролетая через ворота. Но по сути, 3 режима из 4 вообще не нужны, так как не приносят баллов, а для открытия всех локаций тебе за глаза хватит и стараний в основном режиме. Первым серьезным недостатком я считаю сложность, которую невозможно выбрать, и она не меняется по ходу всего прохождения. То есть поначалу ты ноешь потому, что сложно, а потом потому, что нет прогресса. Победная стратегия лишь одна. Нужно, выбрав наикратчайший путь, долететь до первого чекпоинта первым. И это уже полпобеды. А потом стараться лететь как можно ниже к земле и использовать нитро по кд. Но только тогда, когда оно полностью заполнится. Ведь именно так получается наибольшее ускорение. Что касается графоуни, то от подобных игр ждешь чего-то более впечатляющего. Но предполагается, что ты будешь вертеть головой и ловить вау от местных пейзажей. Но это не так. Просто полюбуйся на эти бугристые текстуры, которые, типа лес, больше похожие на финальную стадию эволюции чайного гриба. А водопады? Какие же здесь водопады? Думаю, даже на PlayStation 1 можно найти менее всратые экземпляры падающей воды. Но важно помнить, что изначально эта игра разрабатывалась для мобильного шлема Samsung Gear VR. То есть должна была работать на железе Samsung Galaxy S2. Да, когда игра вышла для ПК-шлема, графика кардинально поменялась. Но все же. Я считаю, что музыкальное сопровождение – это важная составляющая аркадных гонок. Так вот, тут тоже все как-то не очень. Один трек набьем, и он то играет, то не играет. А если играет, то одно и то же на репите. А если уж так, то лучше в тишине. В настройках доступно несколько способов управления. Начиная от контроллеров движения, которые нужно расставить в стороны и парить. Я играл именно в этом режиме, так получается наибольшее погружение. Но руки могут устать, так как они всегда на весу. Также можно рулить наклоняя голову или выбрать управление стиками. Из-за того, что в онлайне ты вряд ли кого-нибудь найдешь, играть придется с имбовыми ботами. Ты потеешь, стараешься лететь вплотную к земле, чтобы вырабатывалось ускорение. Боты же летят на расслабоне. Казалось бы, откуда у них нитро, но оно у них есть. Если ты врубил ускорение, то это еще не значит, что бот не обгонит тебя как стоячего. Ну, просто их нитро, видимо, не и тровия твоего. Ну и главное, в большинстве других гонок искусственный интеллект специально запрограммирован так, чтобы не обгонять главного героя на финишной прямой. Потому что это ломает геймпады, психику и происходит лютая бомба лейла, а кому это надо? В раж же это происходит не раз и не два, а чуть ли не в каждом втором залете. Чего? Чего? Кто посмел из вас, уроды, меня обогнать? Чуть-чуть нормального. Я приехал второй. Он меня обогнал на одну десятую долю секунды. На одну десятую! Игра доступна для PlayStation VR и для ПК-шлемов. И хоть в этом обзоре я и обосрал ее со всех сторон, мне все же понравилось чувство полета и скорости. Скажем так, это не самое плохое развлечение на один вечер при условии, что оно куплено на распродаже. Подписывайся на канал, а также на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видео, а также самые важные новости виртуальной реальности. С вами был Медведь и водки. Это время VR, в котором мы живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова